Приветствую вас, вы знаете, я бы сказал так, сперва нужно исходить из того, чего вы сами хотите. То есть, несколько странно выглядит то, что вы встречаетесь с женатым, например, мужчиной, несколько странно выглядит, что вы не понимали с ним уход его из семьи, несколько странно выглядит то, что вы сейчас на полном серьезе говорите о том, что у вас есть чувство к обоим, вот. То есть, здесь у меня откладывается такое ощущение, что вы не заботитесь о себе совсем. Вот с точки зрения психологической заботы о себе вы этого не делаете. Что это значит? Вы говорите, что любите мужчину, но у него жена, у него семья и, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, ваше поведение, которое вы, ну вот, сейчас продвигаете, оно не добавляет вам, скажем так, позитива, оно не добавляет вам какого-то, может быть, спокойствия, оно не добавляет вам радости, оно не добавляет вам какого-то наслаждения, оно не добавляет вам счастья, оно не добавляет удовольствие, оно не добавляет вам удовольствие от жизни. Я думаю, вот, на принципах, значит, хочу чего-то, получил это здесь и, в общем, не важно, что будет дальше. Дело в том, дело в том, что вы утверждаете, что хотели бы быть ребенка от мужчины, который, ну, к вам относится, мягко говоря, ну, скажем так, потребительски. И вопрос у меня к вам на самом деле такой только, как вообще стало возможным то, что вы выстроили отношения с человеком, который делит вас другой женщиной. Понимаете, чтобы вам быть счастливой, чтобы ответить на вопрос, что делать, нужно по возможности, именно по возможности, четко для себя ответить на вопрос, чего я хочу, чего я хочу, для чего я хочу, зачем я хочу, как я хочу. Вот какие у вас желания есть, какие у вас, может быть, цели есть, опять же, в жизни, именно в жизни, да, вот. И вы от одного мужчины были зависимы, как мне кажется, сейчас вы вступаете в зависимость от другого мужчины, как мне кажется. Является ли это чем-то хорошим для вас? На мой взгляд, нет. Можете ли вы это изменить? Можете ли вы сделать так, чтобы это было по-другому? Да, можете. Но для этого нужно, чтобы вы людей, грубо говоря, перестали воспринимать или не воспринимали бы, как своего рода средство для достижения своих целей. Вы говорите о том, что между вами может быть любовь. Вот вы говорите о том, что между вами может быть любовь. То есть любовь может быть, а может и не быть. Не бывает чувств двум людям. Не бывает чувств сразу нескольких. Но бывает такое, бывает такое, что вы к одному человеку испытываете в чувствах, действительно сильные и настоящие чувства. А другому человеку вы можете испытываться, но по большому счету только лишь потребно. Потребность. Вот. Именно потребность. И эту потребность, которая у вас есть, ее нужно обязательно выявить, чтобы вы могли грамотно ее удовлетворять. Вы понимаете? Вот это, пожалуй, является самым главным ответом на ваш вопрос. То есть вам не нужно быть ни с тем, ни с другим сейчас. Если вы действительно хотите, у вас все было здорово. Вам нужно быть одной. Вам нужно привести в порядок свои мысли, свои желания. И после этого уже думать. Значит, бывший любовник просит вернуть все обратно спустя 6 месяцев после расставания. Он женат, есть дети, я его люблю до сих пор, но у меня начинаются отношения с его другом. Вопрос. Если он женат, и у него есть дети, то как, с какой целью вы вступили с ним в отношениях? Тогда. Если он женат, и если у него есть дети. Дальше. Я его люблю до сих пор, но у меня начинаются отношения с его другом. Вопрос. Тоже. Если вы любите человека, как у вас могут начинаться отношения с другим? Если вы любите мужчину, получается, что другой мужчина нужен вам только для того, чтобы заменить, чтобы заменить того, мужчину, который у вас есть или был, да, и так далее. То есть, чем вы руководствуетесь, когда хотите начать новые отношения, любя при этом другого? Понимаете? На мой взгляд, это требуется разобрать. То есть, либо у вас неискреннее чувство, значит, к первому мужчине. Либо у вас страх, какие-то, может быть, потребности, которых вы пытаетесь удовлетворить через мужчину. Ну, другого мужчину. Так, значит, у меня начинается отношение с его другом, которым мы встретились месяц назад. Ну, согласитесь, что встреча месяц назад и то, что вы знаете друг друга всего месяц, это совсем не означает, что вы можете быть вместе. Вот. То есть, я рекомендую вам в этом контексте все же не спешить. Ну, как минимум. Так, год назад, полгода назад мы нашли с мужчиной, встречались год, разница в возрасте 23 года у нас с ним. Чем обусловлена такая большая разница в возрасте? Понимаете, с точки зрения психологии, подобная разница в возрасте всегда обусловлена некими проблемами во взаимоотношениях между вами, например, и отцом. Так же, например, то есть есть некая серьезная проблема в том, как вы взаимодействовали со своим отцом и тем, почему вы выбираете мужчину, для себя, который старше вас, ибо в этом, ну, тоже есть своя причина. Вот. И нужно, чтобы вы обязательно ее увидели, обязательно постарались ее определить. То есть, это необходимо вам, если мы хотим разобраться, то есть, почему мужчина, которого вы выбрали для отношений, старше вас на 23 года. Дальше идем. Очень любили друг друга, когда расстались, сильно переживал. Как вы могли сильно любить друг друга, если у него семья и дети, и он от них не ушел. Здесь я могу сказать так, что у вас вполне может быть определенной иллюзией во взаимоотношениях. То есть, ну, мне вот так видится. То есть, вы считаете, что у вас есть отношения, что у вас есть хорошая взаимная любовь, но при этом нет семьи, нет отношений. Какого-то будущего. И, кроме того, большая разница в возрасте. Понимаете? И у меня исходя из этого вопрос. А вы для себя такой жизни вот хотели бы? Или все-таки, ну, все-таки другой? Немного. То есть, ну, может быть, вы все-таки считаете, что и у вас семья должна быть. Если вам нужна семья, если вы считаете, что у женщины одна семья, ну, вот как вы говорите это в контексте друга, да, то, опять же, в этом случае непонятно, почему. Почему тогда вы с этим мужчиной об этом не говорили, ну, о семье там и так далее. Если вы этого хотите. Если это то, что вам нужно действительно. Дальше. Дальше. Идем. Рассляли, сильно переживала, места в себе не находила. Притом, что живем в одном подъезде. Вопрос. Почему вы сильно переживали? Вопрос. Были ли у вас отношения, ну, еще другие, до этого женатого мужчину? Если были, то какие и как они развивались? Ну, именно вот для вас. То есть, вероятно, там ведь, наверное, было что-то негативное. Скорее всего. Дальше. Так. Вот недавно встретила его друга. Где встретили? Стали общаться, очень нравимся друг другу. Почему вы говорите «мы»? То есть, именно «мы» почему вы говорите? Вам нужно говорить, на самом деле, за себя. А не «мы». Потому что «мы» это не совсем правильная позиция. Ибо говоря «мы», вы немножечко снимаете как бы ответственность с себя. Если человек, допустим, нравится вам, то так и нужно говорить, что «мне он нравится». И он говорит, говорит, что, допустим, я нравлюсь ему, например. Это, по крайней мере, справедливо. А когда вы говорите, что «мы нравимся друг другу», ну, это, знаете, обобщение. И обобщение, к сожалению, такое ненужное здесь, в данном случае. Дальше. Дальше. Так. У него два года назад был очень сложный развод после девятнадцати лет драка. Нашего общего друга пару раз говорили. Скажите, а вот зачем вы написали, что у него был очень сложный развод? Ну, то есть, для чего вы написали это? А именно вы. Понимаете, если, как вы говорите, у него был очень тяжелый развод, то здесь можно выявить такую вот тенденцию, что ваши мужчины – что первый, что второй – они не свободны. То есть, либо они не свободны, либо они находятся в таком тяжелом достаточно состоянии, переживаниях, когда у них, вероятно, все еще не совсем гладко. То есть, к отношениям они, может быть, не готовы, или как-то вот что-то в этом роде. То есть, вы выбираете себе именно таких мужчин. Первый – не свободен, второй – после тяжелого развода. То есть, у этого есть причины у подобного выбора. И то, что я вам предлагаю, то, что я предлагаю – это посмотреть на причины этого выбора, почему вы выбираете таких мужчин. понимаете, без обвинений, да, без предвзятостей каких-то и так далее. Просто без оценок, но понять, почему вы выбираете такого мужчину, таких мужчин, и как это соотносится с тем, чего вы хотите для себя. На мой взгляд, на мой взгляд, это важно. Дальше. Так, стараюсь тему по поводу него не заводить, да и вроде как переживания мои прийти, да и с другом как-то приятно общаться, и это у нас взаимно вроде. Взаимно вроде как все где-то помыть, чтобы встречаться и быть старыми, а не просто друзьями. Почему вы стараетесь тему друг друга не поднимать? Это один вопрос. То есть вы стыдитесь чего-то или боитесь чего-то. Далее. Значит, сегодня мой бывший подкараулил меня у дома и попросил вернуться к нему обратно. Сказал, что любит до сих пор и очень скучает. А вернуться к нему обратно, это куда? Куда вернуться обратно? Если он женат, если у него дети, если он не собирается разводиться? Что он вам предлагает конкретно? Понимаете? Так, все эти 7 месяцев он постоянно за мной наблюдал, во сколько выхожу из дома, во сколько прихожу из этого. Зачем? Если он опять же не собирается разводиться. Знаете, что любит, а знаете, что любит, но принимаете его любовь без конкретного решения, без мужского поступка, да, получается. Почему? Опять же, если вы хотите семью, если вам не надо, у меня к нему тоже чувство, остались очень теплые, монеты и любовь, пока еще не знаю, так как в это время направила себя на ночь, что больше мы не вместе, и вот теперь я не знаю, что мне делать. Ну, совершенно очевидно, что к этому мужчине у вас чувство есть. Совершенно очевидно. И я полагаю, что вам нужно определиться сперва с ним, чего вы хотите вообще. То есть, хотите ли вы, быть может, с ним быть в отношениях? Да. Хорошо. Пусть так. Но. Тогда. На каких основаниях? На каких условиях? Вы понимаете, что? Так как раньше быть не может. Его жена, которая узнала о том, что, ну, что вы вместе, знаете, она может узнать это вновь, она может узнать это опять. И что, вы опять не будете мириться? Что, вы опять расстанетесь? Понимаете? Нет. То есть, нет никакой такой четкой стабильности в ваших отношениях. Наверное, вам ее хочется. Вы с вами новый мужчина. Это не новый мужчина. Это мужчина, с которым вы пытаетесь реализовать то, что не получилось, реализовать с первым. Бывший, это тот, с которым вы так и не определились со своей позиции. Вот. Вы говорите, возможно, люблю. Но если вы, возможно, любите, то, на мой взгляд, с новым мужчиной вступать в отношения означает обрекать себя на страдания и его, скажем. Потому что у вас есть возможная любовь. Если есть возможная любовь, значит, скорее всего, любовь есть. Вот. Ну, скорее всего. Дальше. Так. Проблема в том, что у первого, как мне кажется, еще есть чувство к бывшей жене, и он с помощью меня хочет ее забыть. А как же тогда вы говорите, что он вас любит? Какой любимый этот период? Это не любовь тогда. Ваше мнение? Ну, мнение хорошо. Но мнение, оно же ведь должно чем-то подкрепляться. Понимаете? Не бывает же так, что вот только мнение и все. Понимаете? То есть, если есть мнение, то у мнения есть аргументы. то есть, соответственно, вам либо скажется, что у него есть чувство к жене, либо наоборот, вы признаете, что, допустим, ну, не правы в этом контексте. Но с этим так же стоит разобраться, так же стоит выяснить. Боюсь, что скоро они узнают о нашем таком отношении друг с другом, и будет скандал. Вообще, есть у меня такое подавление, что вы отношения все строите на ужине. То есть, на ужине, на сокрытии, на какой-то нечестности, на подавлении своих желаний и так далее. И поэтому настоящей близости, настоящих отношений у вас нет. Возникает вопрос, почему так? Возникает вопрос, из-за чего так? Возникает вопрос, по какой причине вы не позволяете себе настоящих отношений, искренних отношений, чистых отношений, как бы без каких-то скрываний и так далее, и так далее, и так далее. Ферзь напополам ровно. Я полагаю, что ваше сердце, оно ровно напополам, только потому, что, с одной стороны, есть некие социальные какие-то вот цели, которые вы ставите перед собой. Ну, это такие цели, например, как семья, дети, да, вот то, что вы вроде бы, то, чего вы вроде бы хотите, вот. А с другой стороны, есть ваши желания, которые при этом, скорее всего, да, продиктованы тем, именно, что для вас является важным. Понимаете? То есть, я хочу сказать, что вы оказались между молотом и наковальной, потому что грамотно свои желания не реализуете. Свои собственные желания подавляете, нечетко их формируете, и из-за этого такая вот история. Может быть, непроработанные отношения с тем же отцом у вас. То есть, остались к нему некие чувства, которые вы теперь пытаетесь реализовать таким вот образом. Вот. Теперь вам интересно общаться. У нас сейчас период узнавания друг друга, кафе, кино. Вот. Во-первых, просто страсть и любовь и отношения любовницы и любовники. Но при этом все мои вопросы и проблемы он всегда решал сам. Я предлагаю вам быть более самостоятельным, все свои проблемы решать тоже самостоятельно и выбирать мужчину, исходя из ваших представлений о том, какая должна быть женщина и какая вы женщина и какой мужчина должен быть с вами. Вот. На самом деле здесь только один ответ. Но эти оба мужчины, скорее всего, оба вам не подходят. Потому что первый мужчина, он заранее не свободен, вас к нему повыкает что-то. Я не думаю, что это любовь, потому что если бы была любовь, то он бы давно уже ушел бы от жены. Вот. И, соответственно, от вашей страны это тоже скорее потребуется. Вот. Второй мужчина это просто на фоне. На фоне первого. И не более того. Жената мужчины встречались год, а потом разошлись. Так как жена узнала нас. Ну вот видите, да? Жена узнала, а вы разошлись. Как бы никакого признания, никакого развода, ничего. Он опять остался с женой. Вы считаете, вы этого достойны? До этого все устраивало меня и его. Он женат и семья, но при этом я знал, что у меня есть мужчина, любимый, которому от меня не только нужен секс, но и любовь, понимание и заботы. А кто мечтает тогда этому мужчине с вами эту семью построить? Почему вы соглашаетесь на меньшее? Откуда такое принижение себя? Или вы считаете, что на большее вы недостойны? Больше вы недостойны? Так же я получал от него все это. Вопросы об уходе семей не было. Почему? У него там дети. А так дети вас не волнуют, что вы таким образом тоже синица разрушаетесь? И что жена по факту узнала о вас и как бы дети там явно не в восторге пребывали? То есть какие-то, понимаете, двойные стандарты. У вас, на мой взгляд, очень такая мешанина в голове. И мне кажется, что нужно четко с позиции вашей. Возможно, уверенность в себе побольше. А так же ответственность. Ответственность побольше. Потому что, вот, вы говорите, ребенок, да? Но какой может быть ребенок, если, ну, если простите, да? Если простите, мужчина вообще не с вами. Или вы хотите, чтобы ребенок родился вне брака? Или вы хотите, чтобы ребенок просто родился? Но тогда опять же вопрос, а зачем вам ребенок тогда нужен? Понимаете, да? То есть вот эти вопросы, они требуют ответов. И отвечая на эти вопросы, сознавая свои мотивы и, возможно, корректируя свое поведение, вы придете к тому, что, собственно говоря, и составит ваши позиции. Естественно, вы можете прийти к этому одна, но с помощью психолога это будет сделать легче и быстрее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.